Добрый день! С вами Промэлектрика. Сейчас в квартире работают освещение и чайник. Напряжение в пределах нормы. Ток 3,2 А. Вот, выключился чайник. Остался только свет и телевизор, который потребляет не так уж много. Оп, подпрыгнуло напряжение. Реле сработало. Верхний порог отключения я установил на 250 В, задержкой 10 секунд. После возврата к безопасному напряжению отчитывается заданное время и нагрузка включается. Оп, еще раз скакнуло. Все, теперь все в норме. Работают свет и чайник. В последнее время озаботился безопасностью своих бытовых приборов и решил установить реле напряжения. Как в квартиру, так и на дачу. По реновации через дорогу снесли пятиэтаж, начали строить новый дом и появились проблемы с напряжением в сети в квартире. Они там что-то включают, напряжение скачет. Для решения этой проблемы купил реле с контролем тока серии ВА на 63 А в щитовом исполнении. Как вы знаете, номинал реле напряжения зависит от входного автомата, поэтому в некоторых случаях вам необходимо будет поставить реле на 50 А. Это однофазное реле, оно устанавливается в щиток на один рейку и занимает три модуля. Прибор контролирует величину тока и может работать как ограничитель мощности. При срабатывании по току будет моргать нижний индикатор, а при срабатывании по напряжению верхний, как в начале ролика. Снизу имеются контакты. Контакты выполнены с помощью прижимных пластин. Очень надежный и удобный вид соединения. Монтаж не займет у вас много времени. Для демонстрации я установил реле напряжения на один рейку. Вот это питающий кабель. Это кабель нагрузки. С помощью клеммника на три входа подключаем провода. Предварительно их зачищаем и обжимаем наконечником. Теперь подаем питание. Верхний индикатор прибора начинает мигать и показывает нам действующее значение напряжения. Ток у нас равен нулю, так как в этот момент реле на выходе прибора отключено. Если напряжение находится в заданном интервале, питание пошло. Теперь произведем настройку прибора. Нажатие на клавишу вверх показывает нам верхний предел отключения, а удержание позволяет задать нужное нам значение. Установим на 250 вольт. Спустя 5 секунд значение будет установлено. Нижний предел отключения мы можем посмотреть, нажав на клавишу вниз. А одновременное нажатие на клавишу показывает нам время задержки до включения. Так как прибор может работать и как ограничитель мощности, мы можем задать режим работы. Сейчас прибор включен. Длительное нажатие на клавишу позволяет нам выбрать режим работы. Нажатиями на клавишу вверх или вниз. Данные параметры сохраняются в энергонезависимой памяти прибора. Поэтому даже при отключении электроэнергии ваши настройки сохранятся. Продемонстрируем работу прибора, подключив какого-нибудь потребителя. К примеру, свет. Как вы видите, сила тока составляет 0,1 А. Теперь попробуем подключить более мощного потребителя. К примеру, тепловентилятор. Работу мощного потребителя вы можете наблюдать своими глазами. Это тепловентилятор на 2 кВт. Все отопительные приборы отличаются повышенным потреблением электроэнергии. Работа без нагревательного прибора практически не потребляет электроэнергии. Зато уже первая скорость выдает нам 4 А. Вторая скорость повышает силу тока, потребляемую почти в 2 раза. Теперь продемонстрируем работу, задав верхнее напряжение таким образом, чтобы оно попало в наш интервал. Установим верхний предел, равным 230 В. Верхний предел задан. Поскольку текущее напряжение 235 В, спустя 10 секунд реле не подаст питание и наш потребитель работать не будет. Включаем прибор. Питания нет. Изменим верхний предел включения. Советую установить это значение, равным 250 В. Такое же значение устанавливается на заводе. После проверки входного напряжения, питание должно быть. Прибор работает. Такое реле напряжение можно установить как на всю квартиру, так и на отдельные контуры. К примеру, на освещение, на розетки, либо на отдельные мощные электроприборы. Наподобие бойлеров, либо варочных панелей. Продолжение следует...